Проведение для школьников экскурсий в территориальных отделах полиции стало для межмуниципального управления МВД России Одинцовская отличным инструментом профилактики детских правонарушений. Еще один способ – воспитать уважение к закону. По крайней мере, именно это хочет донести до своих гостей начальник Барвихинского отдела полиции Игорь Хохлов. Не переступайте закон, не нарушайте закон. Пусть рухнет мир, но восторжествует закон. У нас должна быть страна, в которой закон должен соблюдаться буквально. Ну вот, во всяком случае, хотелось бы так видеть. И чтобы они, учащиеся, скажем так, шестых-седьмых классов, как раз самый переходный возраст, чтобы они это усвоили раз и навсегда. Вместе с полицейскими ребят встречает член общественного совета управления, народный артист России Александр Ворошила. Он прекрасно разбирается как в специфике работы правоохранителей, так и в педагогике. Каждый год, вам честно скажу, жду этого мероприятия, потому что это очень интересно. Наши дети, внуки, они замечательные ребята, и они как бы проходят вот этот путь становления, самоутверждения, каждый по-своему. С ними очень непросто. И чтобы их заинтересовать, и чтобы они с интересом послушали о жизни, о делах местного отделения полиции, это нужен педагогический талант. Не стоит ждать от таких экскурсий сиюминутного результата. Эффект от таких профилактических мер отложенный. Просто через годы в каких-то сложных жизненных ситуациях ребята сделают правильный выбор в пользу закона. Хочется сказать, на самом деле, большое спасибо руководству парахинской полиции за то, что организовали данное мероприятие. Потому что дети должны видеть, что происходит с теми, кто нарушает закон. Я думаю, что нужно делать больше таких профилактических мероприятий. Как обычно, самый большой интерес вызывает дежурная часть, спецсредства, работа сотрудников полиции. А камеры изолятора внушают опасения, смешанные с любопытством. Они задавали, в общем-то, такие текущие вопросы, касаемые спецсредств, применения спецсредств, правового порядка. То есть они интересовались, их все это интересовало. Я думаю, что в будущем из них кто-то будет обязательно полицейским. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».